Вот эта дама, вот эта вот, Елена Александровича, она речащий человек. Знаете в чем? Я был в шоке, а думаю, ну попалась, голубушка, хотя моя ученица, хотя моя духовная дочка. А она взяла и сделала сайт, что ж он сказал, ГСЛ, серьезно научилась. Сайт, она сделала, сама сайт, как компьютер. Ну попалась, голубушка, сейчас мы тебя будем разоблачивать. Где ты фотографию набрал? Раз, нажал одну, фотография не повторяется. Протираем глаза, не может быть. Вторую, раз, фотография не повторяется. Значит своя. Третью, четвертую, пятую, вы уже поняли, что можно жить и по-честному. Вот. Но это только одна из грани, это дама. Сейчас я немножко о ней поговорю, потому что вы думаете зря, если тебе язык Академии присылает фотографии, это не к добру. Вот. И руководцам не надо? Надо. А у меня свои кандидаты, а у нас страна демократия, да. Вы не верите? Вот включите телевизор, вы знаете, что демократия. Вот. Интернет, газеты. Вы знаете, что демократия. Значит я предлагаю свои кандидаты. Вот номер один. Вот. Смотрите. Во-первых, этот человек с тяпкой видели. Вот. Анекдот рассказать, который кончается словами, значит, где вы видели тяпку с моторчиком. Помните, знаменитый анекдот? Предпоследнее слово, где вы видели тяпку с моторчиком и последняя фраза. А где вы видели еврея с тяпкой? Так вот, слушайте дальше. Ну, я не о национализме, это просто к слову. Вот. Теперь вы видите... Теперь вы видите аспиранта последнего, по-моему, года обучения с тяпкой. Чудеса, да? Согласны? А вот. Я уже жалуюсь. Приехала на месяц и 6 лет она это... Она не вылазит с мороза. Это что такое? Это разве нормально? Вообще-то нормально. Смотрим дальше и намеку сейчас поймёте, чем вы говорите. Вот это вот, этому дереву 30 лет. Это Артём. С этого дерева было собрано или просто сгнило за все годы несколько сотен вёдер. Вот. Это один из гибридов. Гибрид вегетативный. Он не имеет права жить на свете. Вегетативные 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 считаются, что это химеры. И они не имеют права расти. Да, Эдин Александр? Химеры это что? Это значит, ненормально, неестественно, долго не проживёт. Как она прожила, ответственность? Очень просто. Вот. Дело в том, что её... Нет, вспомним тех, вы посетите медвики, которые показали сверху, как надо изгородовать дерево. Тогда оно было заплодоносие. То есть, примерно так, что вот отсюда надо... Такой же, только помоложе. Отсюда надо отрезать треветки из четырёх. Причём за подвесо. Ну, то есть, на концу. А она живёт, это дерево. Оно избитым морозом, и всё. А на концу нет. Вот. И никто его не собирался отрезать треветки. Ну, сами понимаете. Отрезал одну ветку. Уже вегетра байкосни когда-нибудь. Второй отрезал. И ту не будет. Ну, как-то нелогично. Вот. А нужен чех. Там. Там. Я видишь, вверх показываю. Там высокая наука. И это станет нормой. Вот. И быстро-быстро всех переучит. И вот я пишу. Она будет учить. Вот. Её... Одно из её достанностей она уже учит. Она инженер галереи. Но дело в том, что... А, оранжерей. Какой бы ни было она... Красиво всё. Это полпроцента от той пользы, которую она могла бы принести. Сейчас объясню. Вот. Видите, вот эту красоту это она. Вот. Это тоже она. Вот. И я пишу. Высший инженер университета Савиньич Иоаннсадович. Это правильно, к чему я говорю. Вот. Потому что я буду бить до конца. Только не каждый. Ну, раз здесь вебинар, опять повторя, опять вдруг. Вот эта вот фотография она пришла сегодня. Вот. Я поздравляю. Всё. Процесс пошёл. Есть её руками выращенное это чудо. Вот это чудо. Вот. Апорт кровавого красного. Вы понимаете, что это... А, вот. Вот это знаете, почему я размещу? Очень встать, Иоаннсадович. Дочка. Очень встать, знаете, почему? Значит, когда-то бы. Вот. Я не говорю, что надо возвращение там этих же савинских времен. Но на мудрость. Если вдруг у нас человек придёт, я уже про одну законодательницу сказал. Помните вы что? Забыли ничего потом? Повторите, напомню. Вот. Ещё одна законодательница. Значит, провести проверки во всех университетских садах на предмет выявления тех самых клонов, форм, сортообразцов, новых сортов и в личных пособных хозяйствах, дачах этих же профессоров, докторов наук, доцентов и так далее. Вот, покажи, что у тебя на дача растёт. И когда кажется, что у тебя ни черта там не растёт, надо менять на кого? На тех, у кого растёт. Поняли, да? Это и законодательница. Смотрим дальше. И тогда я подхожу. Это важнейшая, болезненнейшая тема. Готовый руководитель Термесской академии. Я придумал, как спасти Академию. Ну, давайте посходить здраво. Никто никогда Елена Александровна Савельевна сразу не поставит. Знаете, почему? Даже если где-то уже подсознание у всех академиков, чиновников, которых зависит будущее Термесской академии, вот, даже если вдруг уже все поймут, уже до всех дойдёт, что это по своим способностям умственным, моральным, физическим, выделяем тяпку, вот, и опыт, всё, больших образований, всё, всё, что было, десятки, сотни, уже работ, вот. И всё равно дадут. Объясняю, почему, и как туда всё-таки попасть. Думаю, думаю, вот это самое. И придумал, как-то, который, помните, обезьянка из мультфильма, это самое, как её, как, вот, которая, ладно, не буду про обезьянку. Итак, смотрите, земля, которая обладает Термесской академии, находится в черте Москвы. Цена ей миллиарды рублей. Простить этого ей не могут. Вот, я уверен, никто о ревизии не проводил, никто не убедился и не делал выводы. Мы её уничтожим и землю отдадим под эти самые супермаркеты и прочие эти, самая, жирнющая земля, да, вот, по деньгам. Не потому, что она неэффективно работает, она очень неэффективно работает, я вам говорю. Вот, очень неэффективно. Вот, а просто потому, что есть желающие её прибрать. Когда это случилось впервые, был приказ о её закрытии, просто закрытии. И случилось чудо. А куда сотен, а может быть там даже несколько тысяч сотрудников. Ну, если начинать с уборщиц этих, где охрана, уборка и там это. Тогда получается, когда несколько тысяч, они все вышли на улицу. Каждого плаката руки прочь, от науки. И начальство сдалось, оставили как есть. Потом придумали другое. Наверное, было не дофинансирование. Почему? Потом была команда. Не команда, а предложение. Мы 20, заметьте, я сейчас ориенную вещь буду говорить. 20 гектаров мы у вас отбираем. Вот. И мы за них, то есть мы их продадим. Ну, покупатели на жирные зерны найдутся. А на эти деньги вы будете продолжать учить студенту. То есть не просто учить. А вот такой вот хитрый ход. То есть откушивая жирные щекусы. Тогда я подумал, как спасти на начало этой задумке, знаете, когда. Вот. Всё, это ещё не забирают. Мы обереги, но с ука уже отрезали, я не знаю. Может нет. Это все свежее. Когда-то Грабаулин, который был в завкафедре, а потом его директора института Мерского, как вдруг одна издалека, что когда я провел слет, ну громко, что я, мы, ну там, львиная доля времени была мне тогда, в Челябинске, и все об этом знали, все, люди приезжали же из Белоруссии, из Украины, тогда Украина была, сами знаете, с Казахстана, Сибири, оттуда, отовсюду, с Москвой. И вот я провожу в качестве главного этого, как такие случаи говорят, ведущего нападающего, как-то в приборе, я провожу это. А когда я закончил и вернулся в Северногорск, Баулин позвонил и говорит, Константинович, что же вы наделали, почему меня не предупредили? То есть видите, где наука? То есть не было никакого контакта с нами. Любители со всей страны ехали. Сергей вот такую информацию дал. И там были ученые, ну это местные эти, которые как бы на слуху. Такие, знаете, попроще. А он не знал. А я хотел, его слова, но все, и запомнил, чтобы вы просили лекции моим студентам. Можете представить, конечно, это бы погода не сделала. Ну человек 50 или 100, может быть, даже кто-то бы. Когда-то, еще в царские времена, в советские, старые времена, когда какая-то звезда проводила лекцию, собирался весь институт, весь университет, приходили из других капиталов. Ну знаете, это когда вот что-то это. Может, он бы устроил бы такое, может быть. Тогда я 10-15 лет назад, я был действительно популярен. Вот и сейчас, сейчас, сейчас интернет забил. Вот, я еще большую долю занимаю в интернете. Вот, теперь я вообще такой, микроскопический. И вот, что я говорю. Представим себе, ну это реально, ребята. Первое. Елена Александровна Савельевич приглашает лектора. Ну, почему нет? Да, перетерпеть, там не разбогатеешь. Да, ставки, там все это, обыкновенным там преподавателям, там типа, она сейчас получит уже эту, в первую степень, это значит, кандидат наук. Но уже выступает кандидат наук, из Сибири, это уже, а это, уже даже это, это уже что-то, значит, Елена Савельевич. Эта сама, Александровна. И, представляете, что будет? И вот, как она преподносит вот это вот, а ведь мы-то с ней, мы последние годы вместе выращивали, я железо говорю. Что я говорю? Что? Вот то, что я сейчас покажу еще раз. Вот это вот. 22-й год. 21-й год. Вы догоняете, на чем есть? 21-й год. Вот он. 20-й год. Я без обмана, смотрите сюда. Вот. И так далее. 6 лет. 6 лет. Причем, когда она вот это покажет, еще выберет отсюда самая роскошная, самая-самая, самая роскошная фотография. Вот. Что тогда будет? Ну, примерно так сейчас. Примерно так. А они-то ничего этого не видели, они ничего этого не знают. Поняли? Они ничего этого не знают. Они живут в другом мире. О том, что в Сибири это растет без укрытия, без полива, без удобрений, без опрыскиваний. А разве можно, не начиная опрыскивая? Ну, где-то, например, в Москве, Подмосковье, это с марта. Марта опрыскиваем, апреля опрыскиваем, мая опрыскиваем, июлья опрыскиваем, продолжает. Июлья опрыскиваем, продолжает. Август опрыскиваем, сентябрь опрыскиваем. Ну, еще перед зимой опрыскиваем. Заодно все деревья искалище. Вот это я и хотел вам сказать, ребята. и тогда когда это будет показано вдруг кому-то придет голову уже не девчонка вот это знает это умеет это умеет это умеет пригласить я считаю лучшего подтвердить одного из лучших при ваших шутки это же агронома то есть не как говорится это не смазь освоился наш агроном ну а конечно лучших синих железов вместе с ней это конечно нет и вот я закачиваю тогда следующий этап и так что надо начать приплаты с пяти гектар и будет она прислала мне сотни для подогрева я смотрел а там вообще там малины ежевика потому что такого посадочного материала я официально заявляю нет больше на всей планете скажите есть вот я скажу нет сорта по уровню мировой стандарты у нас и самым развития в мире которых не может быть и в Италии и в Испании и в Польше и в Германии и в Голландии и даже в Украине не может быть в самых наших лучших листах найдите ходи наприкос в Сочи дальше дальше нужно что делать про Мечерину я сейчас пропущу потому что а это уже она потом когда доберется до власти она уже будет это давайте по новому Мечерину Ирина Александровна книжка Аусенко которую мне подарили а я тебе дал это как надеюсь уже там закладок много да вот хотите последнее вот у меня фотографии есть но я не буду искать я последние эти самые косточки персика и косточки слива разложил как бы на солнцепехе то есть на бетон он хорошо нагревается и три дня еще стояла дикая не дикая нет ну для осени довольно приличная хора но солнце было плюс трише я вот так разложил а почему давайте я говорю о серьезных вещах которые вам пригодятся итак читаем Кусенко одно из его заслуг было признано а потом на всякий случай забыто потому что а так это Кусенко а ту его носит и прямо ту ариста всего лишь о чем он предложил семена не просто высушить и складировать где-то до посадки до сертификации а продвижать на солнце и там получилась сумасшедшую шифру скорости 97 процентов и извините если я чуть-чуть набрал процентов на самой идее мне понравилось что я сделал я беру две сотни персиков это учеба а не думайте что я про его думаю я беру 100 штук посточек они были высушены в квартире на подоконнике оно засекло а вторая сотня была ну фотографии есть только я буду раз покажу чтобы вы не думали что я это прямо сейчас придумал вот они были на бетоне на солнышке жарились как раз такой был следующий день это вот и тогда тесто сейчас в холодильник тесто в холодильник они будут высажены на соседей грязь извините я не верю никому я часто говорю но я не собираюсь его не хвалить я должен это проверить и вам советую вот еще кто от меня получит 500 или тысяч восемь мы заскопили шатки выше а получил откро письмо из нас 28 тени представляете какой там солнце было солнце было может еще будет получили тысячу штук 500 просто храните в холодильник засуньте в сыгральную банку а 500 проколите мне нужно соратники раз мне нужно сообщники два вот или она сразу слышит но пройдут годы пока она это все сможет сделать когда у нее будет штат тысяч человек вы догадываетесь о чем речь вот о том что а вдруг а вдруг а пока я просто говорю собой эту идею надо желательно внедрить вот то есть я пробую на самом тяжелом материале судья и судья соседние грязки чтобы если больше грозы одинаково еще менять им прям по перед самым зимой будут посажены уже грязки раскопали все 100 и 100 это мой вклад а смотрите как с таким трудом персики всходят ну хорошо кто это если мы еще нет то всходят хорошо ну уж больно не вкусно а